Что такое вообще Ашихара карате? Все последователи говорят, что Ашихара карате это смесь кокушин, бокса, даже некоторые говорят дзюдо и экидо. Мы уже рассказывали, для своего стиля Хидеюки Ашихара заимствовал наиболее эффективные техники из других единоборств. Работа руками из классического бокса, локтями из муай-тай, разнообразные удары ногами и коленями из кокусинкай. Техники захватов, удержаний и бросков были разработаны самим мастером, но в приемах в Ашихара карате применяются принципы контроля и использования энергии противника при броске из айкидо. Все вышеперечисленное и составляет тихон, базовую технику Ашихара карате. По айкидо, наверное, с айкидо начнем, поскольку айки есть. То есть я так понимаю, вот они говорят, перемещение из айкидо, некоторые брызги из айкидо, ничего подобного. Во-первых, все перемещения зависят от стойки. В айкидо стойка вот такая, узкая. В карате стойка боевая, достаточно широкая. Соответственно, в какой стойке я стою, так я и буду двигаться. То есть если я вот в такую встану, мне сложнее, например, вперед пойти, да, но будет легко двигаться сюда. Если я узко встал, соответственно, здесь своя специфика. Поэтому перемещения никак не будут, как в айкидо. К тому же, когда они начинают двигаться вперед и делать повороты, всевозможные такие вот, да. Они двигаются так, как в Ашихарах, будто у них между ног какой-то, как вот здесь, шар такой большой. Как в айкидо так точно не двигаются. Как в айкидо так точно не двигаются. Айкидо так точно не двигаются. Моя айкидо. Айкидо так и двигаются. Я тебе взлету, типа нет. А вот так и д쪽. А вот так и двигаться туда. Это как противник shoulder push Примерно как твоя позвонок не свиняет крылья с дыма но вправо на верхней ноге Слишком сильный рост, но не наоборот передней ноге Например, мы с тобой демонстрировали вот так Вот так На верхней ноге, есть другое движение Просто скрепь в стену Дрежение вот такое Расскрепляйте себе, что там стенка стоит но если вы планируете, то это будет очень хорошо Поэтому движение 100% неэкидовское. Если говорить по броскам, например, бросок у них есть в маке, в коме. Смотрите, отсюда они, когда двигаются, противник у них двигается в том направлении. В айкидо увлекают за собой в этом броске, то есть я его на себя никуда не двигаю. Вот здесь сразу на меня идёт, не от меня. Иначе получается, что я поворачиваюсь и его откидываю от себя. Куда-то туда улетает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Другие броски, например... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 То есть это нормально, если каратист особенно стоит. Я вообще не понимаю, как можно вот с такой рукой лететь делать какой-то там бросок. Это первое. Второе, даже если они вот здесь как-то зашли, начинают все мной со спины вот так вот разворачиваться. То есть опять же не айкидовская тема однозначно. В айкидо бы это сделали сначала так, а потом бы что-то стали разворачиваться. То есть в айкидо рука по центру всегда остается. Никогда за спиной не остается. Раз я позвратил его обувь здесь и понимаю, что для того нарвался, что называется. Ну здоровый парень. Все, понятно, что парень оказался здоровым. Соответственно, они говорят, вот здесь проблема. Если я сюда зашел, приходите так к трубку. Подравится у нас. Вот я зашел его здесь. Если он тут уперся, мне его сложно сдвинуть. Если он вниз еще наклонится полностью, я ухуду вместе с ним. Я не начинаю здесь выдумывать, что же можно сделать. Но проблема в том, что у них изначально все неправильно. Нет смысла искать пути решения проблемы где-то в конце, когда в самом начале есть недостаток. Соответственно, самый первый момент. Нужно двигаться примерно так. И потом может быть все легко. Ну это по айкидо. Так, легонечко прошлись. Бокс. Вот с боксом, я думаю, совсем ничего общего. Я не знаю, что тут может быть общего с боксом. Да, типичный кайкушин. То есть все вот эти ксанчин. И так далее, и там буду. То есть стопроцентный кайкушин с небольшим таким оттеночком чего-то из понимания самого Ашихара. Дзюдо, ну может быть один-два броска из дзюдо, но как-то они исполняются не очень здорово. И тогда мы приходим к пониманию, что Ашихара, это в принципе все тот же самый кайкушин. С небольшим таким оттеночком. Это как вот два напитка, точнее один напиток, но который разлили по двум разным бутылкам. Вот и все. То есть суть-то одна и та же у них. И вся база посмотреть, вот если соревнования идут, все наши ошибки убрать и спросить, кто это перед нами находится. Непонятно будет, кто из них кайкушин, кто из них Ашихара, потому что все примерно одинаково работают. Вот есть большая разница между кайкушином и кудом, например. Тут сразу понятно, да, это кайкушин, хотя основатель кудо тоже вышел из кайкушин. Вот, поэтому здесь люди обманывают как-то, почему-то, говорят, что мы смесь того-то. Я вообще не понимаю, как можно сказать, что Ашихара это смесь дзюдо, айкидо и кайкушин. Но я понимаю, смесь это когда вот то же самое кудо. Много-много всяких ударов, как в том же кайкушине. И много-много-много в борцовской технике, как в бразильском джиу-джитсу или в дзюдо. Здесь можно сказать смесь, но когда я беру 99% кайкушины, 2-3 броска еще откуда-то, то это никак не смесь, это так, легкий дарит, сделает. Поэтому вот здесь как-то обман существует в моменте, что такое Ашихара. На мой взгляд, это тот же самый кайкушин. Я говорю, ну может 2-5% чего-то, отличающегося, и то легко. Так сказать, передвижения, которые якобы разработаны, были исключительно Ашихары. Да, они везде есть. То есть перемещение вот сюда, и все, что хочешь, возьми, все двигаются. Борьбу взять, они проходят туда, борются тогда без вопросов. Поэтому обманывают люди. Ашихара это несколько не то. По крайней мере, там Айкидо нет. Кстати, по Айкидо у меня вопросов масса. Один из вопросов, а у кого вообще учился Ашихара Айкидо? Там сказано в его биографии, что он вроде как у кого-то учился. Но нигде не сказано у кого, в какое время, что он там прошел, что не прошел. То есть, поскольку очень много легенд, всяких разных выдумок, касательно всех этих восточных мастеров, то не исключено, что здесь просто придумали. Он, может, где-то что-то посмотрел и решил, что он понял Айкидо. Вот я, как Айкидист, говорю, что техника Айкидовской техники там нет. Какая-то другая, может быть, немного похожая, есть. Ну, не Айкидовская совершенно. Начиная со стойки, соответственно, дальше перемещения и броски, которых всего два-три броска. Может быть, из Айкидо, из Дзюдо, из Дзюдо, все. Бокса там нет. Ну, то есть, я не вижу там таких каких-то движений, да? Нет такого, такого нет. То есть, конечно, ударная техника руками примерно у всех одинаковая, но все-таки, если мы работаем как-то так, в Кихоне, да? А где-то работают так, да? То это несколько разные вещи. Значит, продолжим. Башихара карате, вот основные такие моменты, да? А чего нет в Башихара карате и что там есть? Заявляю, что есть некая практичность, да? Что стиль очень-очень практичный. Но на форумах на различных, например, есть сайт суперкарате.ру, и там сами ашахаровцы некоторые, они правильно подмечают, что практичности-то очень-очень мало. Но в первую очередь, просто по като, да, пройтись, какая атака. Малаши в голову, малаши в голову, уши в малаши, там, без разворота, все это. То есть, ребята говорят, такое ощущение, что по улицам ходят одни вандауны, да? Чуть-чуть, сразу-чуть, навернули. И нет ни одного бокового удара рукой. То есть, вот, если мы говорим о экзаменационных требованиях, да? Там нет ничего подобного. То есть, нет ни одной техники подобной. Ну, и защиты. Если мы говорим о драке на улице, да, то это основное, как правило. То есть, обычно так и начинается, и продолжается, и заканчивается. То есть, нечто такое, там, сложно увидеть, да? Раз, пошло такое. То есть, практичность уже невелика. Да, нет ничего, скажем, в партере борьбы, опять же, по экзаменационным требованиям, да? Вот и так далее, и так далее. Ну, так себе. Что-то есть, какая-то база, конечно. Ну, я говорил уже, что база, фактически тот же самый, Клюкушин, только чуть-чуть модернизированный, но слегка. Но, вот, самый интересный стиль из всех, которые я видел, вот, в экзаменационных требованиях просто написано, показать, там, 10, 15, 20 видов освобождения от захвата. Откуда мне их брать, да? Вот, откуда хочешь, оттуда и бери. То есть, вот, такой сырости, как бы, стиля я не видел нигде. То есть, на мой взгляд, это очень-очень сырой стиль, хотя бы даже по этому примеру. То есть, скажем, в Айкидо есть, вот, такой-то захват, такое-то освобождение. Все четко прописано, да? Или в том же карате, такой-то удар, такой-то блок. Нет такого. Покажи мне, там, 10 видов блоков, да? Вот, какие хочешь, каких знаешь. Но, наугад. И я тебе буду, тебя буду оценивать, да? То есть, вот, какой я, я решу тебе пояс присудить. Ну, вот, хорошо, если некоторые люди, там, из Айкидо приходят, то есть, в Айкидо приходят, они что-то знают. А всем остальным надо откуда-то это, черпать эту информацию. Либо самим придумать. Вот, и начинает ползать, там, по Айкидо начинает ползать, по Айкидо кто-то, по Айкидо. Где-то на семинарах, вот, они встречаются, кто-то что-то знает. То есть, ну, это говорит о том, что стиль-то сырой. То есть, ну, о какой-то там практичности или чего-то там, таком сверх может идти речь. То есть, если даже здесь нет ничего четкого, то возьмите 10 захватов, да, и 10 приемов освобождения. Четко пропишите их хотя бы в программе, чтобы люди понимали, вот, что им сдавали. И тоже придет, допустим, айкидист, хороший айкидист, и покажет технику. Но это была техника Айкидо, это не была техника шахара карате. И за что тогда ему присуждать какой-то пояс в этом отношении? Да, то есть, он показал технику-то, айкидо. Вот, например, пошел там какой-то захват, да, и все. Вот, да. Раз, и стыд. Ну, это техника Айкидо. Здесь, даже если я его показал, то начало-то все равно айкидошное, скажем так. Вот, это какие-то наработки из Айкидо, из Айкидзюцу, может, дзюцу. Но не прописано. Я считаю, это тоже большой-большой минус. Это, ну, минусов очень много.